Друзья, привет! В сегодняшнем видео будем готовить кабачки. Сезон кабачков в разгаре, сейчас полно молодых кабачков и нужно постараться приготовить из них как можно больше блюд. Смотрите, какие красивые кабачки я приготовила. Два совершенно разных блюда. Очень бюджетно получается, кабачки стоят недорого и самое главное, что это еще и быстро готовится. Очень вкусно, даже не знаю, какие мне больше нравятся, те или другие. Вы обязательно должны попробовать приготовить оба рецепта. Смотрите это видео, давайте готовить вместе. Итак, друзья, рецепт номер один. Кабачки нарезаем кружочками толщиной приблизительно пол сантиметра. Чистить кабачки, конечно же, не нужно, потому что они молодые, с нежной кожицей. Кабачки будут запекаться под сырно-сметанным соусом, поэтому берем 100 грамм сметаны. И на мелкой терке натираем приблизительно 100 грамм твердого сыра. Соединяем сыр со сметаной. Я натерла чуть больше, чем нужно, но ничего страшного, беру 2 трети от натертого сыра. По желанию, вы можете добавить в этот соус зелень или чеснок, или то и другое вместе. Но я буду посыпать готовые кабачки зеленью, поэтому в соус я не добавляю зелень. Противень застелила пергаментом, немножко растительного масла наливаю. И раскладываю кабачки. Солить кабачки я буду сванской солью. Эта соль используется в грузинской кухне. Она невероятно ароматная, и в нее уже входит много приправ. Поэтому никаких приправ я больше использовать не буду. И теперь аккуратно ложечкой выкладываем соус на кабачки. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Итак, друзья, кабачки готовы. Перекладываем на тарелочку. У меня местами соус немного потек, но я знаю, что я его очень много накладывала, щедро. Поэтому, чтобы так не случилось, можете просто немножко меньше соуса сверху давать. Ну, это не страшно, мы его скушаем, он очень вкусный. Посыпаем любой зеленью по вашему вкусу. Я порубила укропчик. И наше блюдо готово. Сейчас переходим к следующему рецепту. Для этого рецепта кабачки необходимо нарезать брусочками. Ну, вот приблизительно вот такими кусочками. Теперь разбиваем одно яйцо. И слегка взбиваем белкой. В одну пиалу я насыпала панировочные сухари, в другую немного муки, 2-3 столовые ложки. В муку добавлю опять-таки сванскую соль. Чтобы мука имела привкус, была солененькая, все перемешиваем. Опять на противень пергамент и немножко растительного масла. Выставляем все тарелки перед собой и будем делать следующее. Сначала окунаем кабачок в муку. Теперь в яйцо. И в панировочные сухари. Выкладываем на противень и так поступаем со всеми следующими кусочками. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Кабачки готовы. Перекладываем на тарелку. Эти кабачки получаются хрустящие снаружи и мягкие пропеченные внутри. Тоже очень-очень вкусные. К таким кабачкам очень уместно приготовить сметанный соус. Нарезаем зелень. Здесь немножко буквально по веточке петрушки и укропа. В тарелочку я положила сметану и даже добавила туда остатки сметанно-сырного соуса. Добавляем к сметане. По вкусу можно чуть-чуть подсолить. И если вы хотите, то можно зубчик чеснока положить. Я буду без чеснока делать сегодня. И вот когда будете кушать, то берете кусочек кабачка в соус. И это очень-очень вкусно, я вам обещаю. Обязательно попробуйте приготовить и тот, и тот рецепт. Друзья, надеюсь, вам понравятся эти рецепты и вы будете готовить. Я считаю, что такие кабачки выглядят очень-очень красиво. И будут хорошо смотреться даже на праздничном столе. У кого день рождения или любой другой праздник, блюда вполне бюджетные. Оба блюда бюджетные. Готовятся просто и быстро. Поэтому готовьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!